Министр внутренних дел Покорачава-Черкесии, генерал-майор полиции Олег Мальцев провел заседание коллегии ведомства по итогам деятельности за 2022 год. Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи, к которой руководители подразделений и территориальных органов МВД Покорачава-Черкесии подключились со своих служебных кабинетов. Олег Мальцев отметил, что в отчетном году были решены серьезные задачи, поставленные перед органами правопорядка. Проделана значительная работа по обеспечению стабильной обстановки на территории республики и нейтрализации угроз достижения национальных целей развития Российской Федерации. С основным докладом о деятельности МВД Покорачава-Черкесской республики выступил заместитель министра Александр Середа. Оценивая оперативную обстановку на территории республики за 2022 год, был отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений на 19%. Основной причиной этого является рост числа выявленных изнасилований преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и в сфере экономики. Продолжают свое широкое распространение преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 2022 год их зарегистрировано 1055. На фоне роста общей регистрации преступлений отмечается и положительная динамика их раскрываемости, которая составила 75%. В ходе заседания обсудили и реализованные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, повышению эффективности работы подразделений ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных происшествий. По итогам проведенной статистической оценки деятельности территориальных органов на районном уровне, первое место занял отдел Министерства внутренних дел по Малокарачаевскому району, второе – отдел МВД по Усть-Джигутинскому району, и третье место – отдел МВД России по Прикубанскому району. По итогам заседания коллегии руководитель силового ведомства поставил перед подчиненными ряд задач, обозначил сроки и поблагодарил сотрудников, которые ответственно и профессионально исполняли свои служебные обязанности в истекшем 2022 году.